Я хотела быть фармацевтом, а получилось педагог. Вот так вот бывает в жизни. Продолжение следует... А вот героиня программы, известная многим в городе педагог, инструктор физкультуры детского сада «Семицветик» Лариса Хлюпина, работает в радость и себе, и другим. Родители ее подопечных, кто хоть раз побывал на занятиях Ларисы Алексеевны, отзываются о ней порой даже с восторгом за ее позитивный настрой, энергию и доброту, которые она отдает детям. Родилась я в городе Наринмаре. Родители мои очень великолепные люди. Это Валыхина Светлана Евгеньевна и Валыхин Алексей Флагманович. Я очень рада, что я у них появилась, что и детство у меня было хорошее. Ее мама, Светлана Евгеньевна, до сих пор работает бухгалтером на мясокомбинате. Отец Ларисы, Алексей Флагманович, 33 года отработал на лесозаводе. Свое необычное отчество он получил от своего отца, которому дали имя Флагман, чтобы всегда был передовым и обязательно связан с морем. Во время Великой Отечественной войны он был воспитанником легендарной школы «Юнг». По старой морской традиции над кубриками взвивается плац. В школе «Юнг» начинается учебный день. Сигнальщики пишут азбукой Морзе. Лариса Хлюпина очень гордится и своим дедом по материнской линии. Кожевин Евгений Андреевич – человек легендарный, участник Великой Отечественной войны. Награжден медалями за взятие Кенигсберга, за победу над Германией, за победу над Японией. После демобилизации в 50-70-х годах служил в тогда еще отделе внутренних дел нашего округа. Вспоминая детство в родном в своем поселке Лесозавод, Лариса не может удержаться от улыбки. Настолько приятны ей эти воспоминания. Детство на Лесозаводе было такое веселое, вы знаете. Все время бегали, играли. Не было же раньше ни компьютеров, ничего. Все какие-то дворовые игры были. И вообще на заводе у нас были очень все дружные, как жили как одна семья лесозаводчане. И, конечно, главная достопримечательность поселка, сам лесозавод, отпечатался в ее памяти особенно. Большие штабеля отменных досок, что шли на экспорт, не менее большие лесовозы и совсем уже огромные морские суда в акватории поселка. Все было интересным, завущим, потрясающим. Папа у меня, он работал, лесозавод работал в три смены, я помню. И он все время работал. Он работал в водном цеху, они катали бревна. И, конечно, самые добрые воспоминания остались у нее от школьных лет. Общие дела в классе, походы в лес, соревнования – все сплачивало мальчишек и девчонок настолько, что они и теперь не теряют связи друг с другом. Помнят и любят своих наставников из второй школы. Это и Худобина Ольга Александровна, Бычихина Татьяна Николаевна, Бадьян Татьяна Николаевна, Спиридонов Борис Леонидович, Ниткин Валерий Андреевич у нас работал какое-то время, пока он не ушел сюда. Торопова Анна Павловна была, которая тоже сейчас работает в четвертой школе. Педагоги были очень хорошие. Класс, в котором училась Лариса, был, что называется, с педагогическим уклоном. То есть давали ученикам азы организационной и преподавательской практики. И вот, кстати, из нашего класса очень много педагогов вышло, девочек, с педагогическим уклоном. Ну, мы вели кружки уже, вели у малышей. Кружок вязания был. Например, я вела кружок по физкультуре с малышами у нас был. Школа Мичама у нас он назывался. Нам помогал Борис Леонидович Спиридонов его разрабатывать. В детские годы Ларисе очень нравилась профессия медика, а точнее фармацевта. С подружками они играли в больницу и в аптеку. Но когда пришла пора сделать выбор, почти все девчонки класса подали документы в педучилище. И лично Лариса Алексеевна ни разу об этом не пожалела. И в педучилище тоже у нас были очень хорошие наставники. Назарова Галина Алексеевна. Ванькова Ольга Федоровна тоже потом туда перешла. Конькова Людмила Васильевна физкультуру у нас преподавала. Тоже педагоги очень хорошие. Мы до сих пор с ними общаемся. Да, теперь Лариса сама, имея почти 25-летний опыт работы, являясь победителем и призером многих профессиональных конкурсов, может дать много полезного для тех, кто придет на смену. Но и сама она непрерывно повышает свой профессиональный уровень. Окончила университет. Регулярно повышает свою квалификацию в высших педагогических школах. Профессия предразумевает все время развитие. Развивается общество. Мы тоже должны развиваться, потому что мы воспитываем подрастающее поколение. Теперь, спустя десятилетия после детства и анализируя пройденный путь, Лариса считает, что истоки ее любви к профессии, к детям, были заложены еще тогда, когда сама была детсадовского возраста. И с восхищением смотрела на своего воспитателя, Бородкину Валентину Андреевну. Она вообще оставила доброе такое отношение к детям. Никогда не крикнет. Никогда. Вот я не помню, чтобы она кричала. Вот, не помню. И вот она все время с нами играла. Это ведь я теперь понимаю, сколько это нужно терпения. Сколько это нужно терпения. И она сама теперь старается отдавать своим подопечным любовь, позитивную энергию, учит их, как быть здоровыми и веселыми. Потому что веселый нрав – это залог общительного и доброго характера. Но по ее глубокому убеждению, главная воспитательная площадка для ребенка – это его семья. Именно в семье ребенок получает основные примеры поведения и отношений между людьми. И Лариса Алексеевна гордится, что они с мужем смогли создать такую свою крепкую семью. У меня замечательная семья. У меня великолепный муж. У меня прекрасные дети. Дочери у меня 25 лет. Сыночку 20 лет. Дочь получила медицинское образование. Сейчас работает в Москве. Сынок пока учится на третьем курсе в САФУ на экономиста. Будет папе помощником. При всей своей занятости, когда выпадает свободное время или подходит время отпуска, Лариса очень любит выбираться с мужем на природу. Собирать грибы, порыбачить, а иногда и пострелять по мишеням. Дома ее любимое занятие – это приготовить что-то вкусное для всех, посидеть за красивой вышивкой. А еще в последнее время ее увлекло одно необычное занятие. Чердачная кукла – это старинная игрушка, которую когда-то в детстве забросили на чердак и потом со временем достали. Вот сделала уже две чердачные куклы. Медвежонка и зайчонка. Это тоже очень интересно. Они как старинные получаются. А еще Лариса Алексеевна очень любит самодеятельность. Когда надо поучаствовать в каком-то представлении, сыграть роль какого-нибудь сказочного персонажа, она с удовольствием делает это. Восемнадцать лет играю роль Деда Мороза. Постоянный Дед Мороз. Роль Водянова, роль всякой нечисти, Карлсона, Винни-Пуха. Мало кто знает, что Лариса Хлюпина иногда, когда есть настроение, любит еще и для тонуса запеть какую-нибудь песню из советских времен, да не просто песню, а такую, которая зовет на большие свершения. И вновь продолжает с собой, и сердцу тревожно в груди. Ты не такой молодой, ты юный, а как впереди? Иногда запою в садике, а он говорит, опять запела. Всех нас заразило, не пой. И героиня этой программы очень благодарна всем своим домочадцам за понимание ее устремлений и творческих поисков. Ведь очень много времени ей приходится уделять работе и общественным делам, а домашнему хозяйству меньше. Но на этом, как говорится, никто не зацикливается. И Лариса Алексеевна с радостью идет к своим маленьким подопечным, зная, что ее родные ее поддерживают. А работа каждый день преподносит ей все новые и новые впечатления. Вот, например, на лыжных мы ходим на соревнованиях. Там же все равно нужно громко кричать, чтобы бежали, не останавливались. Потому что и родители еще, и дети. Лариса Алексеевна, вы сегодня громко на нас кричите. Я говорю, а зачем? Так чтобы мы испугались. Я говорю, да как так мне кричать, чтобы вы испугались-то? Ну вы громко, чтобы мы вас слышали. И оденьте, говорит, свою красную шапочку, чтобы мы вас видели. И я все время на соревнованиях одеваю красная шапочка. Меня даже в спорткомплексе, там вот, где у нас проходит лыжная роллерная трасса, даже назвали, вы опять пришли к красной шапочке. Вам нужно сменить на семицветики. Я говорю, нет, мне нужна красная шапочка, чтобы дети меня видели. На шагающих путях быть похожими хотят, быть похожими хотят. Ни зря, ни зря. Можно костика тряпнуть и пуститься в дальний путь, и пуститься в дальний путь. И природа хороша, и погода хороша. Нет, ни зря поет душа. Ни зря, ни зря. Я же толстый бегемот, неуклюжий бегемот. А путях не отстает. Ни зря, ни зря. Я хотела быть фармацевтом, а получилось педагог. Так вот бывает в жизни. Вместе солнце, речка, дом, кружит станция, зорном, кружит станция, зорном. Ни зря, ни зря. Неуклюжий бегемот, ничего не раздерет. Носторательно поет. Ха-ха-ха-ха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok